МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадуя компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Ласунки, вядомые во всем свете. Наравлянское предприемство «Червоный Мазыранин» наведал старшиня Абловыканкама Геннадь Соловей. Оборона працованных правов грамадян. Прокуроры предъявили у суды 9 исков об незаконно звольненных работниках. У гостях указки. Гомельчанину пригожу двор разбранными фигурами персонажей фэнтези. А зараз об этом іншим больше подробязна. Сустреча с коллективом акционерного товариства «Червоный Мазыранин» и уручение ключов от индивидуальных жилых домов. Старшиня Гомельского Абловыканкама Геннадь Соловей сегодня наведал на Раулянский район. Подробязнасти поездки ведают наши корреспонденты. Акционерное товариство «Червоный Мазыранин» по примерах не вельми великое, але добровядомое на рынку продуктов харчевания. Сегодня до 30% вырабленной продукции поставляется у такие краины, як Россия, Украина, США, Грузия, Азербайджан. Все лето до этого списа долучился Казахстан, який, каже, обжаданний нарушивать поставки. Разом с тем, на предприемстве не утоиваются. Працовать у сучасных умовах при вельми жесткой конкуренции совсем непросто. Тем больше, что шмат, якие вытворцы вырабляют продукцию з ненатуральных, а тому больше танных компонентов. У принципе, на «Червоным Мазыранине» могли б так само пойти по гэтым шляху, але принципово отмовились от такого варианта. Мы стараемся тоже что-то разрабатывать такое, чтобы пониже была цена, но нам с этим очень сложно, потому что у нас продукция натуральная, все сырье натуральное. Естественно, сырье стоит немалых денег натуральное. Поэтому наш потребитель, он все равно есть, который нацелен на качество, на натуральность. Мы нацелены на него тоже, работаем для него. Почасу встречи с коллективом «Червоного Мазыранина» старшиня Абл-Ваканкама, нагадывая об словах, які президент Беларуси сказал напереды дни при наведывании Гомеля. Держава будет и далей поддерживать территории, которые потерпели у вынеку шарнобыльской катастрофы. Пришим, разговор идет об усебаковом развитии. Непосредственно в Наравлянском районе это развитие живелого доли в агропромысловом комплексе. Повышение доступности медицинских послуг и дальнейшее наведение – парадку на земли. Видели, что сколько надо землей заниматься, братство. И вчера президент нас акцентировал на мелиорацию, поэтому надо бы вам посмотреть. И мы тогда денежные средства туда направим, для того, чтобы помочь навести парадок еще дальше. На земля любит уход. Еще одна кропка у рабочей поездцы старшиней Абл-Ваканкама везка «Завать». Тут у Геннадзя Соловья приемная миссия – урушение ключов от двух индивидуальных жилых домов. И они побудованные засродки, накерованные с республиканского бюджета для переодоливания наступству катастрофы на Чернобыльской АЭС. Агульный Кош домов – амаль 340 тысяч рублей. Теперь тут будут жить молодые специалисты Саугаса комбината «Зара», Наталья Столба и Иван Захаров. Жилье комфортное на все 100%. Очень уютное, красиво все. Ну, я доволен. Знаете, для нас самое главное то, что разряжается жизнь в село. И без средств жилья это невозможно, чтобы мы могли привлекать молодых специалистов. Вот сегодня, выручая ключи, мы видим, какая сегодня искорка в глазах блестит наших молодых специалистов, которые буквально, придя со школьной скамьи, студенческой, получают новые ключи. И есть возможность сегодня себя спокойно чувствовать и работать. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Наравлянский район. Одновить справедливость. У Гомельской области за первое по угодзе прокуроры предъявили у суды 9 исков по фактах незаконного звольнения працевников. Мы это вернуть людей на рабочее место и компенсовать им материальные страты. На сегодня суды региона разглядели 5 исков. Потребований прокуратуры задоволены. С керавников и супрацовников предприемства у отказных за захование працевного законодавства спагна на больше, чем 7 тысяч рублей. Так, на прикладу листопаде 2019 года суд Лельчицкого района одновил на праце бухгалтера одной из господарок. С предприемства на корысть супрацовницы спагнали больше за тысячу рублей. Это материальная компенсация моральной шкоды. Организация так само оплатила судовые выдатки. Прокурор района предъявил иск до директора организации, где незаконно звольнили жанчину. Порушения законодавства выявлялись так само у Светлогорским, Калинковицким, Ветковским и широких других районов. Таким образом, мы дисциплинируем сегодня руководителей государственных предприятий более взвешенно подходить к увольнениям работников, согласовывать эти вопросы с профсоюзами. Часто у нас забывают это делать. В этой тесной связи с профсоюзами мы сегодня таким образом защищаем трудовые права граждан. Светлогорским волокно наладживает выпуск продукции с электричными добавками для обороны от вирусов. Основная сфера применения – медицина. Отповедное задание реализуется по доручению Рада Беларуси. Новый нетканый материал «Мельтблаун» володая уникальными фильтровальными уластивостями. Его структура складается с дробнютких ниток величиной от 1 до 5 микрон, смоцеванных особливым чином. Ахудная маска с этого материала уздольная оборонить не только от золотистого стафилокока, але и от частиц вирусов, які в десятки разов меньшие. Для этого в материалу вводятся электричные добавки, а так само ожитивляется специальная опрацовка. Частицы материалу отримливают певный электричный зарад, дякуючи якому притягивают хвороботворные микроорганизмы. Шесть гомельских предприемств пропонуют с уискальником працу на электронном кермаши вакансии 23-го липеня. Йон пройдет с 10 до 12-х 1, а на 1-й информационной пляцовце є вакансии кропка бай. Вакансии розного профиля открыты на предприемстве станка Гомель, Гомельском заводе станочных вузлов, мотороремонтном заводе, Кубгар электротранспорт, филиале вытворчо-технологичной компании, Мадера Заход и областным скорно-венерологичным диспансеры. Задать питанье потенциальным наймальникам удокладнить информацию про вакансии можно у онлайн-режиме. Электронную консультацию даст специалист кадровой службы. Тут же можно передать резюме и покинуть адрес электронной пошты. Послуга доступна из любого компьютера або гаджета, який має выход у интернет. Есть смартфон, буде и квиток. У Мазыры Тяпер можно различиться за проездом в громадском транспорте по QR-коде, просто бесплатный, мобильный додаток оплаты. С початку система будет працовать у тестовым режиме, а платить поездку с допомогой QR-кода можно на самом запотрабованном в молодом маршруте номер 22. Инновационную технологию потребляют три автобусы, але уже совсем худко, и она будет распространена на всем автотранспорте райцентра. Кроме того, продугледжен и еще один вариант оплаты по гаражным номерам автобуса. Смарт-квитки не отменяют «Звычайные паперовые», але открываются новые, вельми зручные макчимости. В Гомельском микрорайоне Заходний з'явился казочный двор. Цмок, гном, пчеломухи и іншие персонажи упрыгожили вороты приватного дома. Разберные фигуры створяет майстер Алексей Хомченко. Наши корреспонденты познайомилися с ним и доведалися про тонкости мастерства. Перетворить свой участок в казочный двор Алексей Хомченко выросил раптовно. Одночий захотел сделать свой участок особливым и у него отрималась. Пропустить его дом немогчимо. Металличные вороты с велизарным цмоком на них далек притягивают увагу. Идеи подкидывает вся семья. Женка Юлия и две дочки Милана и Алина. У творчести так само удельничают усе разом. Например, девчонки подают идеи Юлия рыхтует раствор, Алексей працует над обличчем казочного персонажа. Вся тяжелая работа в основном на мне. Тяжелая, черновая. Замести раствор, налепить что-то. Уже красоту выводит аккуратно. Все уже он сам. Идеи какие-то, да, я предлагаю, но он все равно что-то меняет, что-то где-то переделывает. Что-то, ну, от себячину какую-то, да, он делает, конечно. В принципе, уже все, что хотели, все уже есть. Вот главное, мне понравилось, что мы сейчас делаем. Под окном на улице будут цветы. Осталось только выбрать, какие цветы туда посадить. Друзья удивились. Красиво. Родители восхищались. Веселые грибы, усмешливые вазоны и неэмоциональные персонажи. На одну фигурку требовалось средним 10-15 дней, а вот на ворот из потребовалось два месяца. Собрые соседи от такой творчества захопления, Алексей означает, что уже появились и первые заказы. Сейчас майстер работает над створением цмока, который будет раз в троя больше, чем на властных воротах. Подобная конструкция створается не худко и простоит не меньше за 15 лет. Основа с металл и арматуры, сетки, дроту. Алиголовный материал арт-бетон. Майстер каже, праца гэта и доступна кожному, было б жаданне и демонструе первую работу. Не то мусорка, не то цветочник. Сделана банально из ведра, со старого ведра, облеплена раствором. Ну, банальная работа, собственно говоря, наверное, сможет сделать каждый. Ну, конечно, в первую очередь для себя скульптура изначально расплагали. А так как дело вроде как начало получаться, все, скульптура решили сделать что-нибудь для улицы, то есть украсить прилежающий двор и, ну, чтобы красивенько было. Планы Алексея Великие у дворы и ожидание поставить альтанку с персонажами серый ялу Гульня Простолов. А на даху поселится ведьма на мятле и в остроконцовом Капелюше. Такие творческие подыходы не застанется незауваженным. Уже зараз перед домом семьи Хомченко спиняются люди, как зарабить селфи на фоне казочного двора. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокампания Гомель. Заявить про себя и про гучать у международных эфир появился шанс у юных вокалистов Украины. Белтелерадиокампания протягивает прием заявок на отделу национальным отбором на детское Евробачене 2020. Их требует предъявить в электронном формате до 15-го жюня. Выники отборочного тура подведут до 24-го. Лепшие выканавцы примутю делу финальным отбором. У электронной заявцы о кромянке повинен быть видеозапис живого выкананья конкурсной композиции, знятый на видеокамеру або мобильный телефон. Потребязности можно найти на сайте Белтелерадиокампании. Финал национального отбора может пройти как в форме прослуховывания без телевизионной и интернет-трансляции, так и в обычном формате галоконцерта у середине Костричника. Нагадаем, детящее Евробачене 2020 в листопаде прямая Польша. Темчасом Центр моды и пригожостей «Хрустальная нимфа» запрашает девочин на кастинг-конкурсу «Полесское пригожение 2020». Финал пройдет 15-го жюня у агрогородка Лясковича Петриковского района. Почас фестивалю этнокультурных традиций «Клич Полесся». Претендентки в возрасте от 17 до 24 годов повинны проживать на территории Белорусского Полесся в одном отбор пройдет в онлайн-формате. Потенциальным финалисткам до 24 липня треба дослать анкету и фото и видеовизитовки на электронный адрес Центра моды и пригожостей «Хрустальная нимфа». Архкомитет конкурсу оберет 10 финалисток, яких запросит 12-го жюня у Гомель для подрыхтовки до финального шоу. А кроме гонорового титулу переможцы отримают комплект ювелирных упригоживаний и подарунки от партнеров конкурсу. ГТА так само иншая новина информацию об проектах телерадо компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен и усяго доброго и до новых зустречу эфиры. Де-факто на телеканале Белару-4 в студии Руслан Габрилев Здравствуйте. Два смертельных ДТП с участием велосипедистов зарегистрированы в Гомельской области. К слову, интервал между ними состоял всего 10 часов. Первый случай в Брагинском районе. Инцидент произошел 21 июля примерно в 22 часа. Наезд на велосипедиста был совершен на 78-м километре автодороги Калинковича-Брагин-Камарин граница Украины. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте. Водитель автомобиля скрылся, однако вскоре был найден и задержан. Виновником смертельной аварии оказалась 46-летняя женщина, которая управляла личным автомобилем Volkswagen Golf. Второе ДТП, в котором погиб велосипедист, зарегистрировано сегодня утром в Кармянском районе. Велосипедист, двигаясь по краю проезжей части во встречном направлении, внезапно выехал перед движущимся, перед грузовым автомобилем Mercedes-Benz. В результате происшествия велосипедист погиб на месте ДТП. Как сообщили в госавтоинспекции, на территории региона отмечается рост количества ДТП с участием велосипедистов. С начала года зарегистрировано 25 таких дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек погибло и 17 получили травмы различной степени тяжести. В Мозыре автомобиль сбил ребенка. Это произошло на территории детской больницы. Водитель Фиата ехал к выездным воротам. В этот момент двухлетняя девочка вырвала свою руку из руки матери и внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. Наезды на ребенка избежать, к сожалению, не удалось. Девочку с травмами госпитализировали в хирургическое отделение. Сегодня в Гомеле горело общежитие. Пожар случился на улице Киселева. Оперативно на место возгорания прибыли спасатели. К этому моменту жители и работники общежития самостоятельно покинули здание. Пострадавших нет. Пожар в кратчайшие сроки был локализован. Его причина выясняется. Еще пять пожаров зафиксированы в Гомельской области за прошедшие сутки. Повреждены строения. Пострадавших нет. Два пожара произошли в Житковичском районе в деревнях Воронина горели нежилые дома. Повреждены кровли, стены и имущество. Выясняются причины и владельцы домов. Еще два пожара, повредившие строения в Будокошелевском районе, зарегистрированы в агрогородке Широкое и поселке Луговой. Рассматриваемая версия происшествия и неосторожное обращение с огнем при курении. И еще один случай зафиксирован в деревне Крупец Добружского района. Пожар уничтожил потолочное перекрытие и имущество в кирпичном доме. Хозяин устанавливается. Возможная причина возгорания – занос постороннего источника зажигания. В Ветковском районе мужчина обокрал пенсионерку. О пропаже денег сообщила 87-летняя женщина из агрогородка Неглюбка. После получения пенсии она отложила 160 рублей для покупки дров на зиму. Однако, когда пришло время делать заказ, деньги не обнаружила. Оперативники уголовного розыска РОВД установили, что в дом через незакрытое окно проник 49-летний местный житель. Он общался с сыном пожилой женщины и потому знал, когда та получает пенсию. Дождавшись, пока они покинут дом, совершил кражу. Против похитителя возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что ранее мужчина был 4 раза судим за совершение краж. В жлобине мужчину не пустили в ресторан. Во время выяснения причины он устроил драку. Компания друзей решила отдохнуть в одном из заведений районного центра. Однако, путь преградил охранник, сославшись на неподобающий для ресторана внешний вид посетителей. Одному из мужчин это не понравилось, он начал выяснять отношения. Попал один из гостей. Началась драка, в результате которой мужчина получил различные травмы. В отношении обидчика возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу. Хулигану придется заплатить почти 2000 рублей. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Республиканская спартакиада детско-юношеской спортивной школы по стрельбе из Лука сегодня началась в Гомеле. Соревнования проходят на стадионе «Луч». За награды борются 8 команд со всей страны. В составе каждой по 4 девушки и 4 юноши. Всего более 60 спортсменов. Победителей будут определять в личных и командных соревнованиях. Из-за того, что долго соревнований не было, первая цель соревнований это повышение спортивного мастерства. Ну и понятное дело, выявление сильнейших спортсменов для дальнейшего формирования национальной команды. Спартакиада – это второй официальный старт для лучников в этом сезоне. В начале июля в Могилеве состоялся открытый республиканский турнир. Гомельчане завоевали на нем семь наград, две из них – золотые. На домашней спартакиаде в планах также быть на пьедестале. Долгий перерыв в состязаниях добавляет азарта. Мы все рады, что начали соревнования. Готовились, тренировались каждый день. В первый соревновательный день спортсмены боролись не только с соперниками, но и со стихией. Сильный боковой ветер стал проверкой для мастерства. Завтра квалификация продолжится. Финалы в командном и личном зачетах пройдут 24 июля. Начало – 8.30. Вслед за основой к тренировкам приступил и дубль мужского гонбольного Гомеля. Ребята работают под руководством Сергея Цыганкова. Костяк команды составляют спортсмены Гомельской из Дюшор номер 10. Также в составе есть выпускники ЦОРа по игровым видам спорта и Рогачевской из Дюшор номер 2. Возраст игроков от 15 до 19 лет. План предсезонки уже расписан. По словам Сергея Цыганкова, в дубле удалось собрать самых перспективных игроков региона, которые могут уже в скором времени усилить основную команду. Регламент чемпионата страны мотивирует к прогрессу. Гонболистов из дубля в любой момент могут привлечь к матчам основы. И главный тренер первой команды Андрей Мочилов намерен использовать эту опцию. Заинтересовать ребят помогло и выделение семи мест для гонболистов в областном училище Олимпийского резерва. Есть перспективные ребята, которые интересны не только будут в клубу, но и молодежной сборной три человека. Это уже не на карандаше, а у тренеров. Я думаю, что есть ребята, которые в дальнейшем достаточно на хорошем уровне будут играть. Во втором дивизионе чемпионата страны Гонболь-2 стартует 12 сентября гостевым поединком против дубля Могилевского-Машеки. Первый домашний матч состоится спустя неделю, 19 сентября. В гости команде Сергея Цыганкова приедет столичный РГУОР. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.